Анастасия, здравствуйте. Действительно, сразу несколько ведомств сейчас проводят свои проверки по факту этого ЧП. В прокуратуре занимаются вопросом расходования бюджетных средств на строительство объектов универсиады. Причем речь идет не только о Дворце спорта имени Ивана Ирыгина, но и о других стадионах. В Следственном комитете устанавливают обстоятельства пожара, то есть выясняют, как развивались события непосредственно 8 мая и в день предшествующий этому ЧП. Я попрошу сейчас режиссеров показать, как, собственно, все тогда происходило. Напомню, здание стадиона Дворца спорта имени Ивана Ирыгина загорелось 8 мая, ориентировочно в 5 утра это произошло. Где-то около половины шестого стал виден дым, охрана вызвала пожарную охрану, которая буквально за несколько минут прибыла на место. Пришлось сразу же перекрыть Ирыгинский проезд, чтобы движение личного транспорта не мешало спецтехнике. На борьбу с огнем ушло примерно 4 часа, было сильное задымление. Как считают некоторые строительные эксперты, там горели утеплительные материалы, которые давали этот едкий дым. Жирную сажу, которая залепляла маски пожарным, мешая им пробиться, собственно, к очагу возгорания. Сегодня высказываются несколько версий, в том числе короткое замыкание и неосторожное проведение работ с огнеопасными веществами. Скорее всего, произошло возгорание в районе шахты лифта, в районе, где проходят силовые кабели. Собственно, туда и пытались попасть пожарные. Даже поднимали в воздух вертолет Ми-26, готовили самолет-амфибию, чтобы зачерпнуть воду из Енисея и сверху залить огонь. Но, к счастью, этого не потребовалось. Удалось пожарным своими силами справиться со стихией. Оказалось, что практически все здание изнутри покрыто было сажей, копотью. То есть, это и вся отделка помещений, это и уже установленные там трибуны, коридоры, стены, все покрытия. Ну, в общем, практически все здание закоптило вот из-за этих строительных материалов. Сейчас все еще проводятся проверки, выясняется ущерб, здание, к счастью, застраховано. Проект реконструкции, скорее всего, придется, наверное, немножко подкорректировать. Когда будет понятно, какой был нанесен ущерб, будет ясно, что надо будет заменить внутри. Напомню, что уже в сентябре должны были сдать стадион. Там во время универсиады должны были пройти соревнования по керлингу, но теперь, возможно, сроки изменятся. К этому моменту у меня все. Анастасия, вам слово.